В совещании у вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой обсуждалась возможность полного открытия границ с возобновлением авиасообщения уже с 11 августа. Об этом два источника в авиационной отрасли рассказали агентству ТАСС, эта новость вызвала большой ажиотаж, поскольку на фоне уже начавшегося восстановления пассажирских авиаперевозок по международным направлениям вполне походило на правду. Так, накануне было объявлено о готовности Вены принимать регулярные рейсы из России, правда, только с пассажирами, имеющими справку об отсутствии коронавируса и готовыми по прибытии провести 10 дней на карантине, сегодня 1 августа из московского аэропорта Шереметьево отправился первый после коронавирусной паузы регулярный рейс в Стамбул. В ближайшее время стартуют и перелеты до Анкары. Также Россия возобновила авиасообщения с Танзанией и Великобританией. На этом наш ролик подходит к концу. Если вам понравился наш диктор, поставьте лайк. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...